Эта Бхагавата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна с сопровождением религией, знанием и прочим удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежество летокалит. Комментарий Шиллакхупады. У Господа Ши Кришны есть вечная Дхама, обитель, где Он вечно наслаждается со Своими вечными спутниками и атрибутами. Это вечная обитель, проявление Его внутренней энергии, в отличие от материального мира, который является проявлением Его внешней энергии. Исходя в материальный мир, Он являет себя и Своё окружение, своей внутренней энергии, которая называется Атмамай. В Бхаговой обитель Господь говорит, что Он исходит посредством собственной энергии Атмамай. Следовательно, Его форма, имя, слава, окружение, обитель и всё, что связано с ним, не является порождением материи. Он исходит, чтобы признать, призвать к себе падшие души и восстановить законы религии, установленные непосредственно им самим. Никто, кроме Бога, не может восстанавливать принципы религии. Законы религии могут быть даны самим Богом или полномоченным и достойным Личностью. Истинная религия состоит в том, чтобы постиг Бога, понять наши отношения с Ним и наши обязанности в отношении к Сне, и в конечном счёту узнать, куда мы попадём, когда покинем материальное тело, обусловленным душем, попавшим в ловушку материальной энергии. Едва ли известны все эти принципы жизни. Большинство из них, подобно животным, заняты только тем, что ест, пицца, укрепляется, защищается. Прикрываясь с индивидиозностью, поисками знаний или спасения, они фактически заняты в религии, в калиюде, век раздоров. Они ещё больше осветли. Люди-калиюде, рафинированные животными, они бесконечно далеки от духовного знания и религиозной жизни, жизни Бога. Они настолько слепы, что не способны увидеть то, что находится вне компетенции тонкого ума, разума и эго. И всё же очень гордятся прогрессом своей науки, материальными, благосостоянными, своими познаниями. Они упустили из виду высшую цель жизни и, покинув своё нынешнее тело, рискуют стать собакой или свиньей. И Шри Кришна, Личность Бога, пришёл сюда незадолго до начала калиюде, и фактически в самом её начале Он вернулся в свою вечную убитель. Во время своего предплания на земле, своей разнообразной деятельностью, он проявил всё и, в частности, поведал Бхагавадгиту, а также искоренил показную религиозность. Перед уходом из этого мира материального, он через народу, и полномочивающего Шри-Васадеву, составит послание Ишима-Бхагаватам. Теперь Бхагавадгиты и Шри Кришна-Бхагаватам подобных факелам освещают путь незрячим людям этого века. Иными словами, если люди из века Кари хотят увидеть истинный свет, жизнь, они должны обратиться лишь к этим двум книгам, и тогда они смогут достичь цели своей жизни. В Бхагаватбите излагается то, что следует изучить, прежде чем приступить к изучению Бхагаватам. Шри-Мат-Бхагаватам — это сумма-бонум жизни, воплощение Господа Шри Кришны. Поэтому мы должны принимать Шри-Мат-Бхагаватам как непосредственное проявление Господа Кришны. Тот, кто способен видеть Шри-Мат-Бхагаватам, может видеть и самого Господа Шри Кришны. Они тождественны друг другу. Кришна есла-дхама-пала-гате-дхарно-яна-вин-исага кава-нашта-дрешан-меша Куран-нарко-ду-но-митага Эта Бхагаватта Курана сияет словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна. Сопровождаем мы религией. Знаниями, впрочем, удалился в свою обитель. Эта Бхагаватта Курана принесет свет людям, утратившим способность видеть непроглядные тьмы, неверостное и эракалии. Как Кришна всегда остается в материальном мире. С другой стороны, говорится, что Кришна никогда в материальный мир не входит. И он не будет беспросов. Как другого противоречия таких. Мы должны понимать, что некоторые вещи для людей должны восприниматься не буквально. И в то же время преданные люди, которые ставили на духовный путь, могут понимать, буквально видеть, что Кришна здесь. Бог здесь. В частности, еще над Бхагаватом. Здесь Бхагаватта в конце комментариев говорит, что они тождественны друг к другу, то есть не отличны. Сам Кришна. Как литературное воплощение. Можно поклоняться Бхагаваттам. Одно то, что мы его изучаем, читаем, это и есть поклонение наше. Теперь нужно следовать тому, что здесь написано. Бхагаватта говорит, что это факел для людей. То есть люди в невежестве, подобно слепым котятам и просто животным слепым, которые бродят по этим лабиринтам, вечным лабиринтам материального мира, не могут выбраться отсюда. Предные, которые хотят выбраться, могут это сделать как? Одновременно просто людям показывать путь. Потому что если мы будем людям показывать путь, мы в это время сами выбираемся из этого лабиринта. Люди как симулируют нас. Потому что если мы не изучаем, что мы можем людям показать? А если мы собираем все людям что-то показать, нам надо изучать, куда идти просто. Самый цикл получается. Мы людям помогаем и сами одновременно выходим из этого лабиринта. Люди ждут на самом деле все дживы, они хотят найти Кришну, найти эти утраченные взаимоотношения. Поэтому на людях, на преданных в частности, лежит большая ответственность. Спасение джив, то есть спасти их от безумных скитаний. И для того, чтобы спасать Паши, качество одного нужно в себе развить сильное. Какое качество? Студенькие. Сострадание? Да. Если мы не будем сострадать, то нам, людей, неинтереснее будет. Ну, бродят и бродят, что нас. Сострадание это вымывает, я печальюсь, я расстраиваюсь. Кришна хочет вернуть всех. Он всех, каждого хочет вернуть. Мы находясь здесь, если мы признаем, что мы последователи в этой культуре настоящей, то один из принципов, то мы должны пытаться удовлетворить Кришну. То есть Кришна хочет, чтобы мы это делали. То есть он, как мы, как будто бы его руки. Он так спасает Паши. Через преданных. И можно сказать, ну как же мы могли бы спасать здесь? Все запрещено. Ничего не взяли. Ну, Прабхупадр говорит, что Прабхупадр говорит, что Прабхупадр можно четырмя способами. Разумом. Жизнь своей, к примеру. Деньгами. И словом. Речью. Жизнь, это значит, мы просто собственным примером показываем, как мы живем. Культурно, порядочно, чисто. И люди привлекаются чистотой всегда. Даже демоны. Им интересно сейчас так, потому что что-то такое, ну, скажем так, в их понимании нестандартное что-то, чистое такое. И они спрашивают, а что ты так, зачем ты так делаешь? Почему ты так говоришь? Почему ты так себя ведешь? Ну, они, в хорошем смысле слова, спрашивают, на что вы основываетесь? Почему такое поведение у вас? И преданные говорят, так это не просто так, это просто наша жизнь такая. Это естественный образ жизни у нас такой. Мы не едим мясо, мы потребляем интоксикации, занимаемся глупостями разными. И при этом, при всем, мы не прилагаем усилия это делать все. Для нас это естественно просто и все. Это наш образ жизни такой. То есть хорошее поведение тоже так же привлекает людей сильно очень. Наша жизнь. Деньгами Прокопада говорит. Это значит, человек просто, например, Бехаска, он не может проповедовать. У него может быть времени нет, или нет опыта. Может быть желания нет. Прокопада говорит, вы просто зарабатываете деньги, и деньги тратите на сознание пришлось. Прокопадывайтесь просто и все. Это тоже будет проповедь. Разумом Прокопада говорит, что это значит, вы можете ходить по людям, по офисам в частности говорить. Ходите просто и рассказывайте людям о Боге. Рассказывайте, говорите Лишнему Ихову, Лишнему Богу. Поклоняйтесь Ему. Предавайтесь Ему. Мы сейчас находимся в такое время, что у нас не хватает благочестия так сразу напрямую говорить. Почему? Ну, потому что вот здесь запрет, например, сейчас что-то кому-то говорит, тогда напрямую. Зайдите сейчас в офис и скажите всем. Лишнему Верховному, Лишнему Богу. Поклоняйтесь Ему. И что произойдет? Беспокойство будет огромное просто. Поэтому мы просто в мягкой форме пытаемся людям говорить то же самое, только другими словами. То есть введите здоровый образ жизни. Многу мы благостей поднимаем людей просто. Если человек находится в мусульманской традиции, то мы призываем его воспевать имена Аллаха. Вести себя, ну, как праведным мусульманин настоящим. Если есть пять заповедей, то надо вдохновлять людей, соблюдать эти заповеди просто. И все, люди будут вдохновляться, они будут, ну, странно, человек вроде бы не мусульманин, он вдохновляет так. Да, они вдохновятся и будут следовать этому. Но это неизбежно произойдет. Такой опыт был. Это была, может быть, первая лекция в моей жизни. Ну, по крайней мере, я организовывал так пробовать. Первый раз приехал в Казахстан специально. Вдохновился тем, что кто-то сказал, что если мы проповедуем мусульманам, мы получаем особую милость Харидаса Гахурова. Что он вдохновился мусульманской. Дом мусульмане, в общем, можно получить его милость. Я как-то отновился, думал, он не так же. Я пошел в одном городе, где-то было, ну, небольшой городок. Пошел в администрацию и сказал, ну, я хочу, что не с лекцией у вас давать. Разрешите меня. Ну, у меня, в общем, кабинет какой-то увели. Связывался с политикой и с религией. Ну, там сидело человек пять. Они начали вопросы мне задавать. Кто ты? Что за лекции? И так далее. Ну, мы так пообщались хорошо. Они говорят, ну, ладно. Ты бесплатно даешь, как бы. Ну, хорошо. Мы тебе в Дом культуры центральную. Не надо ни аренду, ничего платить. Просто бесплатно. Рассказывай, как бы. Ну, а я говорю, я буду рассказывать. У тебя здоровый образ жизни. Правильный питание. Режимы дня. Воспитание детей. Семейные отношения. Да. Такие простые вещи. Они вдохновились. Классно. Давай, давай. Только одно условие. Никакого видения никакой политики. Я говорю, ладно. Хорошо. И разрешили меня. В общем, буквально через два дня нам что-то. С родственниками с одним организовались так что-то. Походили. Все поприбошали. Какие-то листовки там. Что-то там. Мы решили на остановках. Приделом. Через два дня мы так погружались. В общем. Ну, и пришли люди. На Дом культуры. Пришли люди. Ну, сидели в зале. Люди, в общем. Я начал давать лекцию. Ну, и буквально минут 15 последние что-то мне понесло. Ну, ничего. Какой смысл это все. Если о Боге ничего не сказать. Я так немножко просто несколько раз упомянул. Бог. Бог там, в общем. И как-то о Боге ничего порассказывал. Ничего не о Крише. Ничего. Просто о Боге. Поговорили. Вдохновил людей. Люди вдохновились очень сильно. Потом лекция закончилась. Много людей подошло. Начали спрашивать вопросы. Отвечал. Отвечал. Потом начал выходить из зала. В фойе. Вошел в фойе. Иду. И ко мне подходят. В общем. Три человека. Не один из них. Он был в том кабинете. Ну, в администрации. А двое из них. Скорее. Ну, помощники. Один. Скорее всего. Глава этого дома культуры. В общем. Они так отвели меня в сторону. И сказали. Ну. По-моему. Договаривались. Что ты ничего не будешь говорить. О Длине. Ну. Наш. 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 Наш договор. Как бы. Ну. Не забыли. Никак. Не забыли. Не забыли. Не забыли. Не забыли. Как бы. Так. Не забыли. Упали. Сразу. Молиться. Защиту искать. Не забыли. То, что про упадок, он говорит, что не бойся, тоже нападай на него. Не надо щупить, я прибежим, это первый опыт мой был вообще такой, очень глубокий. Я почему так подумал, ну да, раз про упадок, так и надо делать просто. Буду доверить ему, просто там лучше будет. Это элемент предания, он первый раз в моем сердце так хорошо, как проработался. И когда они сказали, мы мусульмане здесь, ты здесь что-то рассказываешь. Мне я сказал, кто здесь мусульмане, они трое мусульмане, три казаха стоят. Я говорю, кто здесь мусульмане из вас? Они как удивились, не поняли. Я говорю, кто из вас мусульмане? Я говорю, ну давайте узнаем, мусульмане были ли у меня мусульмане. Вы следуете пяти заповедей про верного мусульмана? Я говорю, ладно, ладно, не следуйте, хотя бы вы их знаете просто. Они молчатся, я отвечаю. И они такой, видно один такой, я вижу, один вспоминает, просто видать он что-то знал. Он говорит, он вспоминает, вспоминает, такой внутри. И такой говорит, нет Бога, кроме Аллаха. Я говорю, слава Аллаху, я говорю, а вторая заповедей? Я понял, что я в нелогкое положение поставил, думаю, надо спасать, вручать их просто. И начал помогать им. И говорит, вторая заповедей такая, третья такая. И начал разбирать, разбирать и параллельно проповедовать. И, наверное, минут 20 проповедовал, проповедовал. Они молчали-молчали, и потом, когда я закончил, вот этот, который в кабинете был, там начальник такой. Он так руку не тянет. Он говорит, ты настоящий джигит. Приезжай к нам еще, говорит, приезжай почаще, мы все организуем тебе. То есть люди, на самом деле, не против знать о Боге и свете, а подавать правильно. Не фанатеть, не склонять их в свою традицию. Оставить, как бы, свободу выбора, остаться на своем уровне. И давать шимад-багаватам. Да, послание шимад-багаватам, потому что нету другого. То есть, это единственный путь спасения. Давать, в принципе, шимад-багаватам. То есть, отношения с Богом все хотят выстроить. Надо просто в доступной форме, в удоволворимой форме, чтобы люди могли принять это. Потому что мы иногда просто перегибаем палку, просто сами не понимаем глубины философии нашей. И еще людям даем. И люди, они думают, что это такое. То есть, поэтому нужно узнавать уровень человека, какой его уровень. И с этого уровня давать ему просто. Прямо с этого уровня. С маленького, с невысокого уровня давать. Также мы должны сами, конечно же, жить. В принципе, нашим ад-багаватам. Для этого нужно изучать его. Губоко изучать. Чтобы Кришна прям со страниц может нам давать благословение. Да, давать благословение, наставление давать нам. И ориентированное фактор будет светить в нашей жизни. Если мы не читаем, чем ад-багаватам, мы начнем спекулировать, придумывать что-то. Чем взрослеть мы будем сильнее, ну, скажем, не сильнее, а больше, скажем так, длиннее будем заниматься духовной практикой. Если мы не будем изучать ад-багаватам, просто читать джабу, в принципе соблюдать, не знать философии, мы можем огрубеть просто и отклониться. Отклониться просто, ну, оттравиться от нашей. Потому что ложное эго тоже параллельно будет взращиваться. Мы его поливать будем, удобрять его будем. И, соответственно, мы будем считать себя такими великими, какими-то преданными. Потому что Шимад-багаватам снимет маски нам. Простой предан может подойти нам просто собрать эту маску с лица. Какие-то простые вещи может нам рассказать, и мы можем восстать против него. Скажем, что ты мне здесь учишь, я уже 25 лет в сознании Кришны, рассказываешь Шимад-багаватам. Да, рассказываю. Вы, например, вы читаете Шимад-багаватам? Нет. Так, с толку ваших 25 лет в сознании Кришны? Да не в сознании Кришны, а в сознании Майи. Да. Да, и преданин будет защищен, он будет прав в этом случае. Поэтому надо читать, изучать Шимад-багаватам. Каждый день по чуть-чуть или вверху слушать Шимад-багаватам. Ну, давайте, может быть, пообщаемся, если есть потребность. Идти на работу кому-то. Вот, ну, вот, 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 вот. Вы говорили, что Майя, сознание Кришны может на стену вернуть, а потом снова поднимать. И этот процесс взлетов и падения, оно касается каждого? Нет. Ну, каждое, если мы серьезно, практика духовная. Нет, Майя не будет нас так. Если мы серьезно, Майя помогать нам будет. Она же в Айшнане. Она же супруга в Айшнане. Она сама в Айшнане. И она тоже заинтересована. Мы же и дети. Мы и дети. В материальном мире она, наша мать. Да, это сама шимад-багаватарами. Приходит, принимает эту форму. Магит. Она заботится о нас. Понимает нас совсем искренне. Она будет заботиться о нас. Сынными истинами. Она, как строгая мама, будет нас наказывать. Но это не значит, что она нас не любит. Как и любовь будет проявляться. Все зависит от нашей серьезности. И все. Если мы серьезные, мы никаких препятствий не будем. Просто мы склонны быть не серьезными. В общем, да. Одно то, что мы забыли про Бога, мы не серьезные, значит. И вот, когда мы встаем на духовный путь, у нас еще остается склонность быть не серьезными. Мы где-то поблажки себе делаем, где-то принижаем степень значимости разных вещей принципиальных. Занижаем, думаем, это не важно, это не важно, это не так, а это потом, это успеем и так далее. Но это не серьезность как раз. Когда мая нам подсказывает, как быть серьезными. Это не для всех. У меня вопрос. Серьезность и решительность – это слово равнозначное. Вот этот контекст, да, решительность. Ну, опять же, куда направлена эта решительность? Она может в мае уже решительно направлена. В мае так решительно убежать. То есть, замечаете же, так же, прям иногда. Занимается, занимается, а потом решительно очень в мае ходит. Просто их держать. Я вот несколько раз кричал, такие, прям держишь за руку. Они говорят, нет, 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 я еще рада. Мне еще хочу насладиться чем-то, вот реально. Ну, вот эта решимость, я никуда. Это решимость невежества. Там она будет, не туда направляется. Серьезность подразумевает, я ищу руководство хорошее. Исследую этому руководству. Все, вот это серьезность называется. Наставники шикши должны быть у всех. Потому что, если я не наставника, я... Это уже сам принцип, если у меня нет наставника, это уже несерьезно просто. То есть, я несерьезно подхожу к своей жизни. Я распоряжаюсь и несерьезно. Потому что, как я могу выбраться с этих лабиринтов, не зная дороги просто. Это же несерьезно. Потому что мне нужен поводы. Который сократит мой круг. Аначе мы будем петлять, 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 по кругу ходить, по кругу. А надо человека, который возьмет и мне просто сократить эту дистанцию, сказать, вот сюда просто и все. Выпадает в лист, заходите и все. Идите по ступенькам. Когда по ступенькам идешь, что мы увидим? Разнообразие всего. Соблазны разные, да. Тут комната какая-то, тут квартира, тут офис какой-нибудь, тут какой-нибудь маркет. Тут еще что-нибудь. И ум он такой, давай туда, давай туда. А когда в лист зашел, ничего нету. Четыре стены, все, ничего нету просто. Для напоминания, да, в листе зеркало есть. Вот смотришь и думаешь, я не тело. Все, это не я стою. Хотя кто-то думает, нет, вот я тело, я там, раз, раз, вы что-то. Это я тело, значит. Все, и там ничего нету. Только Кришна и все, цель. Цель, девятый этаж. Больше никуда. Бывает, кто-то заходит в лист. Зачем он заходит? Сотрудоваться власти? Хочет с предметом общаться. Хочет пивость получить. Кришна кого-то подсовывать в лист. Бери к ряду, пообщайся. Это серьезность, когда он с кто-то ведет. В чем там заключается серьезность, когда он с кто-то ведет? Самое главное. В чем проявление этой серьезности? Появление с кто-то ведет. Появление. Самое ценное, что происходит у нас в наставничестве, это то, что наставник нас ограничивает. Он лишает нас свободы, мнимой. Мнимой свободы пусть. Ограничения свободы. Но они не долгие ограничения. Когда только разум станет сильным, Бхакта твердо на ногах стоит в духовной жизни. Тогда эта свобода, она увеличивается. Что Бхакти без свободы не может проявиться. Это главное, что должно быть Бхакт. Это свобода. Но в начале, что-то получить свободу. Надо лишиться ее. Что у нас ложные представления о духовном пути могут быть. Что это можно, это можно, это надо, это да, это все, все, все. Наставник он берет, ограничивает. Лишает свободы. Мнимой. Как ребенок. Дать ему сейчас свободу. На дорогу вы видите, где машину много. И скажите ему, ты свободы, мени. Ну разве ты свобода? Нет, он за руку маму возьмет. Скажет, нет, маму, ты моя свобода. Лиши меня ты свободы. Сейчас пойдем вместе через дорогу. Нет, это свобода. Так и наставник. Не наставник это свобода. Скажите, что делать. Дышительная свобода. Прокупада как молится. Подношение делает в аксиданте сараслати на веса тужи. Еще в будущей жизни. Там вредаванная, что-то там, не уезжала назад. И он в конце говорит там такие слова. Лиши меня от всей независимости. Пожалуйста, мгру. Всей независимостью лишить меня. Что боится? Она боится этой независимости. Ну, как пример пусть он нам показывает, как мы живем. Надо быть зависимым. От гуру. От преданных. От священных писаний. Есть понимание того, что можно освежить. Есть сомнение. Она точно сомнение. Это не видишь, что делать любые искренности. Все равно мы продолжаем служить. А где взять эту искренность? В самой практике эта искренность и проявится. Вы же понимаете это. Это уже первый шаг. Что кто-то даже этого не осознает. Но раз мы осознаем все, значит мы уже будем работать над этим. То есть первое надо осознать. Принять. Я вот такой. Никакая. Все это, значит, заказ есть. Значит, параматма услышала ваш заказ. И будет создавать ситуации какие-то, где вы эту искренность должны будете проявлять, мотивировать. Вот так искренность просто не придет. И любое качество, оно просто так не придет с воздуха. Обязательно создастся ситуация какая-то, где он может проявить это качество. И потом уже утвердить его. То есть раз, два, три, пять раз, ситуации похожие. Если они повторяются, значит мы не до конца их еще проработали. Мы работаем над ними, но не до конца еще не утвердились. Значит, есть склонность, но не следовать этому. И когда мы раз, два проходим, проходим, Кришна же в сердце, он видит. Не в какой-то момент он прекращает ситуацию делать. Все, значит, это качество утвердилось в вас. А оно будет периодически все равно, нет-нет, всплывать. Ситуации такие, где надо будет проявить искренность, смирение или терпение, уважение, щедрость. И так далее. Но это только для того, чтобы мы всегда в форме были. Не потеряли эту форму. Что если мы не проявляем какое-то хорошее качество, которое у нас есть, накид. Как говорят, по тропинкам, по которым они ходят, они зарастают, эти тропинки. Так же здесь, если мы не проявляем в себе качество добродетелей какие-то. Хотя они вроде бы у нас есть. Но если мы их не проявляем, они могут забыться. Кальюга просто такая, плохо страшно. А если мы погружаемся в материю, мы очень быстро обрастем плохими качествами. Кальпара говорит, что у материалистов нет ни одного хорошего качества. Представляете? Ни одного. Он не говорит, что одно какое-то. В общем, ни одного. Поэтому нужно опасаться этого настроения материстичного. Потому что оно культивирует сразу же демонические качества. Поэтому мы ближе к преданным. Ближе к Бхагаватам. Читаем, если мы читаем, мы преданным здесь. Диасадеви, Анарда, Муни, Друи, Махараджи, Прохлади. Мы эти качества перенимаем неосознанно. Просто изучаем, читаем, лично вспоминаем. Так как мы о Прохупаде больше всего думаем, у нас качество Прохупада начинает проявляться. Поэтому мы идем по этому пути. Бесстрашно. Не боимся. Хотя вот, Милин, расскажите, чем мы занимаемся. Они скажут, что сумасшедшие люди. Ничем занимаемся вообще. Но если бы не Прохупада, мы тоже ничем не занимаемся. У нас нет качества, потому что заниматься в духовной практике. Многие традиции, они не могут развиваться. Потому что нет примера хорошего. Нет живого примера просто. Кто живет еще так? УСКОН самая прогрессирующая, прогрессируемая организация в мире сейчас. Все региозные организации остановили свой рост. Какие-то организации уже вообще пропали, их нет. Какие-то еще остались, но они уже не прогрессируют. Они просто поддерживают свое существование как могут. А развития нет. Духовного прогресса нет. Процветания нет. Конфликты, раздоры. Это показать для того, что религиозная традиция уходит куда-то в бытие. Она изживает себя. Изживает в том смысле слова. Это статистика. Причем это не преданные эту статистику делали. Это просто материалисты такую статистику вывели. Что ИСКОН самая прогрессирующая организация сейчас в мире. Она процветает. Почему? Потому что живой пример есть. Качество передается. А так все вот, ну, будет так разрушаться. Я так Али все делаю. Он помогает мне. Борис Шипуране где-то. Диалог есть. Кали с Джаганаткой общается. И ходит к нему и говорит, что я хочу разрушить эту безбожную цивилизацию. Дай мне благословение. Джаганат спрашивает, а как ты будешь это делать? Какой план у тебя? Кали говорит, я хочу создать множество религий. А потом разрушить их, потом их лупами столкнуть просто. Они сами себя изжимают просто. Мы это наблюдаем. Сколько религий появляется. Все воюют. Все ссорятся. Единственное, кто не ссорится, это преданное с кем. Самая миролюбивая традиция. Просто вообще никакой, не самый простой. Поэтому их, с одной стороны, она не опасная, ее не туда, а пришли, и ты ладно. Безредные, не агрессивные. Я на Украину туда езжу, у меня там постоянно в аэропорту, там очень строго сейчас въезд мужчин. Ну, особенно таких не старых детей. Каждого сканируют, просто пробивают. Там сразу не выпускают с аэропорта. Уводят в кабинеты мужчин сразу. Женщин выпускают. Иногда там молодых, таких подозрительных, их могут так просто остановить. А мужчин всех через кабинет проводят. Специальный. И там пробивают. ФСБ, я не знаю, как они вызываются. Судра безопасности. И они там долго. Такого человека, минут 10 не выходит. Раз выходит, следующий. Следующий. Еще минут 10, следующий. И там просто по полной программе. Я захожу, мне говорят, ваша цепь приезда. Я говорю, я в гости приехал. Кому? Я говорю, да я пришли. Сразу пускают. Просто сразу раз и все понятно. Не опасно. Вообще. Воевать не будет точно. Пусть там что-то молится, поет, танцует. А как нам Каи полагает высказания? Разрушает цивилизацию бы тоже. У нас сил нету самих. Восстановить принципу реведения. Мы что-то делаем, что можем. Со всей силой мы это делаем. Сколько есть сил. И наших сил недостаточно. Вера в Кришну слава. И нам Каи помогает нам. Золотой век, потому что вот, вот он и все. Он быстрее. Вся планета должна в Харинаму петь. Это пророчество Господа Чтения. Что весь мир будет воспевать. Свято имя. Все будут петь, танцевать. Вся планета. 10 тысяч лет. Процветание будет неслыханное. Полугоги будут спускаться на планету специально, чтобы в Харинамах поучаствовать. Да. Они сейчас уже это делают. Просто кто-то видит, кто-то не видит. Но они жаждут. Тогда уже начнется это все. Баксисидантос, Расвати Натараш. Он одно время каждую ночь уходил. К мизаж, он в лес, в джунгли. Ночью, когда все уже очень теложились, так уже темно было, он уходил, никто не видел. Рано-рано утром при мобиларке приходил. Каждую ночь. Ни один ученик заметил, куда торгую уходит. Куда он уходит? Интересно. Раз уходит, два уходит. Каждую ночь, оказывается, уходит. Ничего себе. И он решил проследить. Специально не уснул, ждал, ждал. Ну, пошел. И он до них. И потом шел, шел в джунгли. Шел, шел, шел. Слышит Киртон. Кто-то поет Киртон. И он увидел, что необычные живые существа, то есть видно, что это не жители земли, ведут Киртон в лесу. И когда Махараш туда пришел, все остановили Киртон и все поклонились ему. Все доновато упали перед ним. Поднялись и начали опять Киртон петь. И он с ними пел. И потом уже, когда чуть-чуть светать начало, все раз, раз, закончили, поклонились, и он опять ушел. Он уйдет, и ученик за ним идет. И потом не выдержал просто. Ему стыдно стало, что он за гуру следит. Он догнал его, просто сказал, Гур Махараш, простите меня, я вот такой негодяй, что-то подсматриваю за вами. Скажите, а куда это вы ходили? И он думал, Махараш сейчас будет что-то оправдываться, что-то там задумывать. И в аксинансе рассладе Махараш просто сказал, да, я ходил Киртон петь просто. Ну, шел дальше. На Киртон будет ходить, я просто на Киртон ходил. Поэтому ждут полугодии, когда уже вся планета будет петь, петь, танцевать. Потому что времени так много, меньше 10 тысяч лет осталось, время быстро пролетит. до 5 тысяч лет будет подъем такой, неслыханно. Потом после 5-ти будет спуск. Все будет затихать, 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 затихать. И потом, к концу, вкрапление, опять начнется Харь-юга страшная. И все, и потом до следующего дня Абрама. Так что пока у нас есть возможность, нужно максимально быть в этом настроении. Харитурщики мы называемся. Хартур. Харинамы тур ведем в Гималайю, но в Гималайю нет. Нас так называют. Хартурщики. Не хартурщики, не хартурщики. Удивительное время. Харинамы. Месяца будет, даже больше не надо. Каждый день. И не по-разному. По-моему, там давать надо. Классно вообще. Завидно. Надо бы в детстве так. Я услышал, что говорят, много преданных, больше преданных, больше счастливых преданных. Каков область? Счастливых преданных или не счастливых преданных? Ну, это просто. Почему так говорят? Больше счастливых преданных. Преданных должен заниматься по своей природе. Должен развить свою природу, чтобы быть счастливым. естественную природу свою развить и жить в сознании Кришны не напрягаясь не пытаться быть преданным Кришне надо просто быть преданным и все это его естественное состояние по счастливым преданным если преданный все правильно делает сознание Кришны счастливым ему не надо быть счастливым просто счастливым быть это значит подстраиваться просто искусственно как-то надо быть по-настоящему не пытаться быть им надо просто естественно состояние должно быть счастливым он никого не критикует никого не осуждает он не ищет недостатков никаких он всех любит всех он не делит людей на там мусульмане христиане мужчины женщины русские и юбилдские не делал он всех видит что все частицы Господа всем дают милость общение дают всегда счастливы жара холод почет без счастья в шестой главе благородники Кришна говорит что такое что такое йог он говорит преданное это йог поэтому Кришна Аджуни говорит в конце это говорит да что бы то ни стало стань йогом не хатха йогом он говорит там он говорит йог намного выше аскета да философа и человека стремяешься к плодам своего труда чья это квалификация аскет это хатха йоги философа это бьяна йоги это карма йоги и Кришна говорит йог намного превосходит и Арджуни он говорит в этом же стихе он сам говорит поэтому Арджуна невзирая ни на что стань йогом то есть бхактой бхакте йогом стань счастливым стань естественным просто всем а из всех йогах тот кто всегда погружен в мысли обо мне он говорит постоянно думает обо мне разношляет связан со мной с самыми тесными узами достигнув высшей ступени совершенства вот такими вот такими надо просто читать 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 и эти качества и желания и все это все воплощат собой иногда люди читают сразу там десятую песню начинают читать и еще какие то дополнительные там трактаты где описываются Кришна Лилы там Тани Сраса они искусственно могут потом сахаджи становятся перескапили не самим собой получается что настоящий преданный это такая яркая личность которая не пытается быть кем то и он не пытается вот именно быть на кого то похожим он такой как он здесь и свое личное качество он взращивает и он не думает что если я предан то я должен быть какой то безлично преданным а именно вокруг себя и видеть именно личностей и строить именно отношения не просто с преданным а именно с личностью а потом уже преданным на такой уровень должен быть да спасибо я хотел спросить это значит мы можем благодаря преданному службе культивировать в себе те качества даже которые у вас полностью обсуждены они у нас есть они скрыты просто мы их сами завуалировали запечатали просто в бронированный сейф материального сознания качество лучше уже есть преданность она всегда предана Господу в ней есть самые лучшие качества все просто мы их скрятали ну как бы мы не специально это сделали нам подсунули суррогат просто схему нам схему подсунули по которой мы сами же запечатались ты преуспевающий бизнесмен должен быть ты политик ты какой-нибудь религиозный деятель ты жадина ты экономист ну и так далее это суррогат ты тело ты житель земли земной человек просто ты относишься к какому-то государству это суррогат ты относишься к какой-то нации это суррогат запечатали то есть ты отличаешься от всех ты лучше в материальном мире прохлад говорит Ираника Шопу когда он меня спрашивает сынок чему тебя научили в школе что говорит прохлад сначала первую фразу он говорит он лучший из демонов он лучший из материалистов он прославляет отца ты лучший материалист вообще и Ираника Шопу даже не обижается что ему нравится быть лучшим материалистом ну вот мы пытаемся здесь если Кришны нет мы пытаемся быть лучшими материалистами лучшими из демонов как бы неприятно это звучало но об безопасном «Кришна» «Сейчас есть какие-то умитые способы почувствовать Кришну здесь» А сейчас есть какие-то умитые способы почувствовать Кришну здесь что-то сильно почувствовать Это от нашего сердца зависит, какое оно, чистое или грязное, или наполовину, чуть-чуть чистое, чуть-чуть грязное, от этого будет зависеть. Если сердце грязное, как мы почувствуем Гришли? Мы почувствуем, мы будем чувствовать его через чувство, через ум искренён материальный, через разум, мы почувствуем. Пока мы как его чувствуем? Здесь алтарь, не Кришна на алтаре. Читаем Бхагаватам, Кришна здесь. Пока мы чувствуем просто с платформы веры. Это первая классификация такая наша. Уровень веры. Мы верим, что Кришна здесь. Почувствовать не могу, просто сердце грязное. Но я верю, что Кришна здесь. Иначе как бы мы здесь собрались? Что мы делали здесь? Рано утром, в 6 утра. Скажите людям, что мы в 6 утра здесь собрались, поём и танцуем, люди скажут, что сумасшедшие. Мы напились что-то там, как котик аппетит наилет, как в 6 утра. Что они делают там? Это Кришна нас такое собирает? Уровень веры. Мы просто верим. Потом уровень знаний приходит. Если вера сильная, Кришна знание даёт из сердца. Мы точно знаем, что здесь Кришна не просто верим, а мы знаем, что Он здесь. Мы поём и прямо увидим, что мы для Панчататвы поём. Это не просто изображение. Прямо Кришна там со спутниками, со своими. Танцует. Он не просто стоит. Смотрите. Он не стоит просто. Танцует, руки поднялись. Видите? Он не танцует. Это уже уровень знаний. Мы знаем, что пропадут уже здесь. Парампара здесь. Здесь просто вдохновляют нас. Когда вера сильная, знание даёт нам живой опыт пережить это всё. Пережить это можно через призму знаний, веру можно пережить этот опыт Кришны в присутствии вот здесь. Если мы постоянно это делаем каждый день, каждый день, каждый день. Не день через день, не день через неделю, не через месяц там. А каждый день, каждый день. И вы увидите, Кришны, сердце очистится. Потому что сильнее метода нету. Господь Штанин говорит, пойте и танцуйте. Всё. Вот два условия. Пойте и танцуйте. Вы его увидите. Всё просто окажется. Пойте и танцуйте. Вы его увидите. Всё просто окажется. Пойте и танцуйте. Вы можете понаблюдать, но как вы просто пейте и танцуйте. Сердце не даёт грязное. Как роботы такие. Шар вперёд, шар назад. Да. Кришна смотрит на него, ну что себе танцует. Танцует же как-то. Он радуется. Видит корявое наше движение, нормальное. Нормальное. Ну что, пойте и танцуйте, говорит. Потому добавляет. Пойте, танцуйте. Станьте Гуру и спасите весь мир. Наставление дает каждого. Если мы знаем науку о Кришне, он говорит, это Гуру значит. Спасает весь мир просто. Так беспочитание есть здесь. Вы сказали, что вера должна быть сильная. Ну как понять, насколько она сильная? Нужно ли вообще зацикливаться на этом? Или довериться полностью? Вот вера, она есть. Я чувствую, что она есть. Сомнений нет. Вопросов не возникает. А нужно ли? А правда ли? Ну нужно ли мне задуматься? Какая сильная моя вера? Сколько она сильная? Довериться просто ей. Сколько времени вы думаете о Кришне? Я с февраля этого года только думала о Кришне. Каждую минуту? Нет. Я про это говорю. Сколько времени вы уделяете мысли о Кришне? Сколько времени? Сейчас стараюсь больше уделять. Вот это критерий веры ваших. Это один момент. Сколько времени вы проводите размышления о Кришне? Это один момент. Он такой примитивный, простой. Но он немножко сложнее. Сколько времени вы уделяете тому, что вы живете в сознании Кришны? То есть действуете. То есть ваша деятельность она чистая должна быть. И вы доверяете Кришне. Вы Ему доверяете просто. То есть у вас больше не о чем думать, кроме как о Нем. И вся деятельность она для него. То есть он в центре вас. В центре вашей жизни. Квартира его квартира. Одежда это его одежда. Пища это его пища. Все для него. Вы кормите его, не себя кормите. Даже сами так подумайте, когда вы готовите. Какое настроение вы готовите? Для кого готовите? То есть это тоже будет определять уровень верно. Если вы покупаете одежду себе. Или для себя покупаете. Или для Кришны. Чтоб Кришне понравиться, или кому-то понравиться. Не Ему. То есть для Него вы все делаете. То есть убираетесь в квартире. Вы для кого убираетесь? Для себя, для гостей, или для Кришны. Да. Остается и работы тоже. Всего. Полностью вся деятельность. Посвящена нам Кришне. Это теперь вопрос только вашей веры. Оставь всю деятельность, он говорит Кришне. Оставь седдхармом. Придайся мне. Как я? Весь ты не могу предать. Все это не могу оставить. Вот это вера. Вот это уровень веры. То есть мы не доверяем до конца Кришне. А вдруг мне сейчас денег не хватит? Выживать. Вдруг еды не будет. То есть мы не верим Кришне. Мы думаем, что он не выполнит свои обязанности. Предаст нам это сказать. Ну извини. По голоду сегодня. Ничего не нам тебе. Ну то есть насколько мы погружаемся в мысли о нем. Насколько наша деятельность связана, посвященная ему прям. Насколько мы думаем о нем. И он в центре нас должен быть. В алтаре должен быть. И вы общаетесь с Кришной. Вы не просто приходите и кланитесь, и пошли по своим делам. Кланица, еще что-то так. Вы прям реально просто приходите домой, и вы знаете, что он вас ждет дома. То есть дома уже туда есть. Не так, что дома никого нету. Пойду домой. А то там никого нету. По двору, квартиру. Нет, там уже есть Кришна. Да. Я одно время ездил в машине, в драмачаре. И я в центре города никогда не закрывал машину. Документы в машине оставались от машины самой. И ключи даже оставлял в зажигании. И уходил там покупать что-то там для храма. Что-то приходило, и она всегда стояла. Ничего. Такая вера просто, что Кришна просто охраняется. Это его собственность. Занимая машину, это его машина. Но однажды у меня угнали машину даже. Хотя я ее закрыл. 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 Все. И угнали. Я вышел, не понял. Думаю, как машина нету. Я даже не мог понять, как это нет машины просто. Она шла только что стояла здесь. Но угнали. Кришна еще раз проверил на веру. Я думаю, ужас какой-то. И звоню сразу другу одному. У меня друг там еще с той жизнью, скажем так, до сознания Кришны. И он такой, преступный авторитет. Серьезный очень такой. Я ему говорю, тут говорю, у меня машину угнали. Чей район это? Кто за этот район отвечает? За умоны. Ха-ха-ха. Ну, хотел сказать ему, позвони и скажи, чтобы вернули машину. И он мне говорит, иди в милицию. Я говорю, ну странно. Человек, который никак с милицией нет, а он меня в милицию отправляет. Я говорю, что ты имеешь ввиду? Он говорит, ну не летай в облака, говорит. Сейчас такая жизнь, что сейчас не найдешь сразу. Конечно, я сейчас буду искать, но первое, что сделаю, иди в милицию. Другими словами, он говорит, иди по закону просто. Это Кришна, закон. Кришна это закон. Доверяй Кришне. Он другими словами говорит, я так начал его сердце послушать. Зачем ты доверяешь нашим законам преступным? Доверяй Кришне, иди в милицию. Я послушал его, думаю, ладно, мне только Кришну, как хочешь, наверное. Я пошел в милицию, написал заявление о бугоне. И милиционер мне говорит, жди, сейчас определяют какого-то следователя тебе, дадут тебе какого-то следователя, который будет расследовать это преступление. Пока жди здесь сиди. Я сидел, говорит, ну минут 10 я ждал. И потом вышла женщина, по-моему, следователь. Она в кабинет меня ввела, там взяла какие-то простые показания какие-то. Спросила там минут 5, и потом сказала, мы сейчас едем на какой-то следственный эксперимент, там какое-то преступление произошло в каком-то части города. Мы туда съездим, сейчас там экспертизу эту проведем, потом приедем сюда, тебя возьмем, мы на твое место поедем, в елке машину угнать, там мы проведем эксперимент следственный. Как бы, жди, жди, здесь нас. Либо говорит, второй вариант, поехали сейчас с нами туда, и нам, чтобы потом за тобой не заезжать сюда, мы прямо оттуда сразу туда поедем. Просто вот прокатишься с нами просто, и все. Я говорю, да, я лучше с вами пойду, что я здесь буду сидеть. Ну, поехали. И мы сели и поехали. Я сижу сзади, на заднем сиденье, они едут, разговаривают, я джаху читаю, и молюсь Кришне. Говорю, Кришна, я осознаю свою вину, я начал признаваться себе, что это я вина. И говорю, это карма догнала меня, потому что я в юности, у меня хобби такое было. Я, это было, по-моему, начало 90-х, только-только иномарки пошли в наш постсоветский мир. И у меня хобби такое было. Я днем вычислял какую-нибудь иномарку, такую крутую, узнавал, где она стоит, там гараж или там на стоянке. Я ее вскрывал, всю ночь катался и утром назад ставил ее. Мне нравилось кататься на машинке вообще. Я так наслаждался, в общем-то. Угонял и ставил облески. И я это вспомнил, что это вот карма пришла, догнала меня, в такой, в мягкой форме, взрата, то есть угнали в машину. И я признался, Кришне пока ехал. Сзади сижу, молюсь и признаюсь, ты проси меня, я осознал себя, да. И мы подъезжаем во двор, куда им нужно было, там девятиэтажку, там надо было, в какую-то квартиру, там что-то, какое-то преступление пришло. И мы во двор въезжаем, и я смотрю, какие машины мои стоят. Я говорю, о, моя машина. Они говорят, в смысле, я говорю, ну вот моя машина, вот мои документы, вот у меня ключи. Можно я поеду? Мне некогда просто, я очень занятый человек, говорю просто. Они говорят, не-не, подожди, подожди, ты вообще кто такой? Я же такие, так, да, я Кришне, просто. А, ничего себе, подожди, расскажи нам, что не будет таких сказок. Рассказываю, как это так вообще, это не как, вот так, и рассказал просто вкратце им. Они в восторге были, просто не забыли про свой интерьер, перевернутый, подошли в машине, я просто сел за ледом и поехал. Кто-то взял покататься на машину, просто поставил их. Ну, план пришли. Вера, так, укрепляется. То есть мы молимся, с верой молимся. То есть мы открываем сердце. То есть молитва иногда может быть нестандартной, но чисто из сердца идти. И Кришна ее слышит, эта молитва. Нежели мы просто там, читаем, 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 мы ничего не понимаем. Что за это происходит? Открываем сердце. То есть мы Кришну ставим в центр своей жизни. Это центральная, ключевая фигура моей жизни. Кришна и Гуру. Вот две личности. И по мере наших отношений, служения, наполняя наставления, то есть практику, все это делаем, в принципе, собираем. Вера усиливается, усиливается, и потом вы без него жить не сможете. Вы даже не сможете мыслить как-то иначе. То есть в голове постоянно будет Кришна. Всегда. Так вера усиливается. Спасибо. Что? Останавливаемся? Или как? Никто на работу не спешит? Нет, сейчас она не работает. Да, да, понял. Нормально. Вот именно, извините, вот именно вот с этим связана сейчас трудность эти, что есть обязанности, но они взяли с работой. И вот я же не могу просто так взять и... То есть как бы я теоретически могу, что я знаю, что Кришна меня не оставляет, но мне хватает все-таки веры, значит. Я должна все равно выполнять ровно свои обязанности, связанные с работой. Да. Просто думая, концентрируясь. Да. Принесите туда Кришну, Господь, Штани говорит, не оставляй, останьте, где вы есть. Ну, туда принесите Кришну и все. Пока так. Просто пока так. И Кришна потом все устроит. Если он почувствует, что вы готовы уже, обязательно что-то придумает такое, что как блокировка произойдет. Другая деятельность может быть, даже лучше может быть. Меньше работы, она будет более благостная будет. Зарплата больше может быть. Кришна он шутник такой, что ли? Для него нет ничего невозможного. Один Бакта был директором филиала Сбербанка в России. Он еще не Бакта был, просто материалист был. Пришел интервью мне взять. У него хобли как они там какую-то газету или журнал выпускали. И говорит, я вот узнал, что здесь какой-то семинар проводит, и хотел у вас интервью взять для нашей газеты просто. И пока интервью брал, я говорю, сколько времени? Я говорю, там минут 10 можно, 15 просто на записи. В итоге полтора часа проговорил. Не смог отойти сразу. Вопросы, вопросы появляться начали. И в итоге очень серьезно так задумался, в то настоящее время приходит, говорит, слушайте, станьте моим наставником, что мы там затронули эту тему. Я говорю, я очень строгий наставник. Он говорит, ну мне вот такой нужен. Я иначе я не выберусь просто из этого всего. Не, я говорю, 16 кругов, 4 принципа. Сразу ему. Ну, директор, представляете, шапки какой у человека управлять банком. И он начал сразу. 16 кругов, в принципе, соблюдал. Потом проходит, наверное, неделя, может быть, две, говорит. А я говорю, что один принцип нарушаю, я не могу ничего сделать. Я директор банка. А это значит махинации. Неизбежные махинации. Иначе банк не сможет процветать. И как-нибудь. Я хочу уволиться, уйти с работы. Представляете, только за то, что принцип не соблюдается. Он хочет уйти. Оставили должность. Я говорю, а как ты будешь семью поддерживать сейчас? У тебя семья есть. Как ты ее поддерживаешь, если ты уйдешь? Я говорю, я не знаю. Я говорю, тогда не уходи сейчас. Продолжаю соблюдать принципы. Эти три. И читаешь шестнадцать кругов. Общайся. Приходи в храм, общайся, читай книги. И Кришна что-то устроит этим. Просто сейчас никуда не убегай. Оставайся там. И я потом опять, по-моему, в Тур уехал. Приезжаю. Он говорит мне, я написал заявление о самоотвод или как говорится. Оставайся уезжал. Да. Я говорю, что побудило тебя? Он говорит, а вот мне другую работу предложили. Где нет махинации, мошенничества. И работа связана с деньгами. Так же. Но там, говорит, нет махинации. И я там свободен теперь. У меня свободный график. И я там генеральный директор. Да, я когда хочу, тогда и хочу на работу. Хожу, не хожу. И зарплата в три раза больше. Представляете? И он говорит, ну самое удивительное то, говорит, что когда меня пригласили на собеседование с коллективом этой фирмы. Там что-то 40 человек было. Он говорит, директор, сам директор меня представляет. Всем. Ну, знакомит меня со всеми. Познакомит. Сказал, у нас новый генеральный директор. Говорит, вот этот, всех познакомим. И все раз так. Он говорит, ну все, начинаем работу. Он говорит, работа начинается каждый день с того, что этот директор садится. Все вот кругом сидят. Там конференция, стол вот это большой. Все в кругу сидят. И он говорит, работа начинается с того, каждый день. Что он берет, нажимает на кнопку и там колонки. А он сам христианин такой. У него в кабинете, в маленьком алтаре, там Дева Мария, там Иисус, там это все. И он такой человек. И он говорит, работа начинается с того, что он включает магнитофон. И 15 минут все слушают лекция у Далитха Макарабу, Тарсунова. Но он в шоке был. И потом выключает. И еще минут 10 оставляет для того, чтобы люди вопросы позадавали. Ну может что-то непонятно, нам что-то прояснить хотят. Просто катха такая идет. У всех там тетрадки, они там фиксируют. И потом раз, все закрывают. И все разбегаются, разъезжаются по своим делам, по другим каким-то там офисам. И так каждый день было. Ну вот говорит, мне Кришна дал такую работу. Ну ему надо было решиться просто. Ну а я тогда уже йогу преподавал. Он начал на йогу ко мне ходить. И через месяц он начал преподавать йогу у себя в этом офисе. То есть он два раза в неделю выбрал какие-то дни там. И два раза в неделю вечером после работы сотрудники оставались. И он йогу преподавал. Так проповедовал. Ну вот так Кришна, он говорит, доверься мне. У него есть схемы разные, у Кришны. У нас мало схем, говорю. У Кришны их многообразие безграничное. Простите за такой вопрос, потому что мы все-таки находимся вместе с определенными людьми. Но у меня все же вот есть какой-то, в моем ходе вопрос такой. Если, насколько важно оставаться в какой-то традиции. Порой кажется, что в реальной жизни есть тоже хорошие гримцы. Кришны, которые там очень много удостили, у них вера с определенными качествами, добродетели. Она очень сильно удовлетворяет. И вот следование каким-то традициям, это вот поначалу очень трудно понять, для чего нужны там те или иные действия. Они вот порой даже сбивают садочаров, например, нужна для того, чтобы всегда помнить от лишних. Чтобы ее освоить, ты порой забываешь, что нужна память, приходит в себя. И в конечном итоге любая религия, она, наверное, достигает определенного уровня, когда ты начинаешь общаться со своей параманкой. И тебе, возможно, не нужны вот эти главы, отряды и так далее. Можно ли на этот уровень общения с параманкой прийти не через религию определенную, а вот именно, ну как, с жизнью? Очень, если соблюдать деятельность, ну вот каждый день, если действовать так, как будто ты медитируешь каждый свой шаг, то есть ты начинаешь замечать, что правильное, что неправильное. Ну вот, как-то так. Дело в том, что это должно быть санкционировано. Потому что иногда под параманку может подстроиться не параманку. Это очень тонкие вещи. То есть санкционирование подразумевается учитель, который вас инициирует. Он вас подключает, как бы, к сети духовной. Он подключает, называется, инициация. То есть начало. То есть он как будто вас авторизует. То есть теперь вы все это можете делать в безопасности. Когда этой инициации нету, санкции, вы можете это делать какое-то время. Но чем выше вы будете подниматься, тем усиливаться будет опасность того, что можно сойти в сторону. В какой-то момент даже вы можете почувствовать, что вы параманку не отличный. Да. Потому что душа, она, вот так говорится, две птицы сидит на ветке, да? Дерево. Одна клюет плоды, а другая наблюдает за ней. А параманку наблюдает. Но это две птицы, это значит, похожие они. То есть есть эго, все равно оно есть. Оно обмануть может все равно. Даже с такого уровня, с высокого. Можно подумать, в принципе, я и есть параматно. Какой же, как параматно. Мне никто не нужен, я могу сама идти, или сам идти развиваться. То есть без гуру, почти что стопроцентное падение будет. Выбраться с этого мира без гуру невозможно. А родители могут быть гуру в таком случае? Нет. Кто такой гуру? Это уполномоченный Богом человек, который себя не отождествляет с этим миром. Никак. Это житель внеземной. Это житель духовного мира просто. Он на духовной платформе полностью. Его авторизовали в цепи ученической преемственности и их духовных учителя. То есть они авторизуют его. Других авторизовывают. Родители могут быть учителями, наставниками хорошими, да, вдохновителями хорошими и так далее. Но не гуру. За редким исключением бывает родитель гуру. Редкое исключение, это когда он пройдет сам все эти этапы садачар, вот это вот, все-все-все-все. Его инициируют, у него гуру должен быть у родителя такой. У него должен быть гуру, то есть он должен быть наставник, и шикша должен быть. Да, тогда это может. В противном случае это просто наставники могут быть, просто, ну, ну, не гуру. Они не смогут вас увести. Они могут вас вдохновлять на пути, защищать как-то, но из материи вырвать, из лабиринта материального, из старости, болезни, рождения, смерти, они не смогут это сделать. Не хватит сил. То есть если у них нет гуру, их не авторизовали, но там в какой-то степени они как представители гуру могут быть, давать направление, вдохновлять вас, защищать так же могут, молиться за вас могут, да. В этом плане они как гуру действуют, как учителя, как гуру говорится, в определении говорится, кто-то гуру. Гуру это вайшнах в первую очередь. Это определение гуру. То есть он поклоняется Всевышнему. Например, Мухаммед, гуру. Но он не вайшнах. Как не вайшнах? Он же Всевышнего поклоняется. Определение вайшнава поклоняется Всевышнему. У него есть связь с Всевышним. Мухаммед видел вишну. В скрытых сокровищах Корана описывается, что он видел вишну. Именно вишну он видел. Там описывал, что я видел трон. На воде трон, и Господь лежал на этом троне. На воде. Это описывается Маха-вишну. Шеша на воде лежит. И держит на себе вишну. И Мухаммед его видел. Он его описывал. То есть он поклонялся Всевышнему. Иисус вайшнах тоже. Потому что непосредственно Всевышнему. Его Прахупада прям назвал, прям называет. Иисус вайшнах. Высокой категории вайшнах. Джагат-гуру Прахупада его называет. Иисусом. То есть гуру Вселенского масштаба имеется. Джагат это Вселенный. Будда тоже вайшнах? Нет, Будда это Бог. Это сам Кришна пришел в форме Будды. Это аватара его просто. А Иисус сын Бога. Мухаммед сын Бога. Ну как пророк. Вот если у нас есть вот эта парампара такая. Все, тогда мы защищены. Гуру это вайшнах. А кто такой вайшнах? Вайшнах это гуру. Все, если человек не поклоняется Всевышнему, по-настоящему, то его нельзя считать гуру. Значит в любой традиции можно достичь и честь ему. Да. Но если только вы в любой традиции принимаете Кришну Верховной Личности Бога. Потому что это заключение вред. Кришна сту Бхагаван Свояма. Кришна Верховная Личность Бога. То есть он и больше никто. А все остальные, они от него идут. И Будда от него идет, и Рама, и там Брисимхадеев, и все, 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 все. Они все идут от Кришны. Он венец всего. Это заключение вред. Это даже не хари-кришнаитская философия. Это философия вред. Кришна сту Бхагаван Свояма. Все остальные, все от него идут. Если человек находится в мусульманской традиции и принимает Кришну Верховной Личностью Бога, идя путем ислама, он достигнет совершенства. Если он просто принимает Кришну Верховной Личностью Бога. И христианство так же. Если христианин принимает, что Кришна Верховная Личность Бога, и идет путем христианским, Иисус его обязательно приведет к Кришне. Потому что Иисус говорит, только через меня вы придете к Нему. А Иисус, Сын Кришны, Криштошина. Христос, Криштошина, Сын Кришны. Просто люди этого не знают, они не хотят даже в этом думать. Экситанское вот это вот. Ну, Иисус говорил, опасайтесь, придут волки в овечьей шкуре. Придут вот эти вясы, кресты, вот это все. Это овечья шкура. Но там внутри есть сознание волков. Ну, как человек, не понесленность в христианстве, тогда обрести, что это знание... Надо махамантру повторять и общаться с преднами, и читать бхагавдан. И при этом поклоняться Иисусу. Махамантра, она не кришнаитская. Это универсальная формула. Это звуковая вибрация, универсальная формула, которая пробуждает в нас древнюю любовь к Богу. Я знаю мусульман и христиан, которые повторяют махамантру. И они прогрессируют очень сильно, и они в своих традициях остаются. Единственное, что они говорят, ущерб на то, что нам не с кем общаться там. Общения нет. Никто не поддерживает, не понимает этого ничего. Но мы, говорит, остаемся просто хоть так проповедовать, хоть как-то проповедовать, давать им общение. Но они опираются на бхагава, на бхагава сгиту. Просто это все адаптируют, и нужными словами людям своей традиции объясняют философию, просто виданты. И в конце концов, так и произойдет на планете. Все религии объединятся. Все объединятся скоро. Все, Господь читает, говорит, весь мир затоплю любовью. Весь мир затоплю любовью. В каждом городе и деревне будут воспеваться по имени. Все объединятся. У нас фестиваль приходит каждый год. Я с него сюда приехал. Подобно с там. Сон в состоянии. Это где? Равнодетство. Это где? Туда съезжаются тысячи народу со всего мира. В лес, в тайгу. 240 километров в тайгу, в Атомска. Каждый год съезжается. Столько народу. Разные традиции. И все мирно живут. Никто не ссорится, не ругает. Все в блаженстве. Просто показывают свою культуру каждый. Огромная сцена в центре стоит. Все вокруг в палатках, на берегу реки. Там все. Каждая традиция что-то свое представляет. И нет никаких конфликтов. Говорится, это то место, где все религии сойдутся. Объединяться. И мы там Харинамы проводим. Все в блаженстве. Все вокруг Джаганадхи, Панчататвы танцуют. Все просто. И как? Все друг друга уважают. Ценят просто. И все. Культура такая. Это Омск. Омск это. Западная Сибирь. Вот здесь от Астаны. Там соседняя область моей родины. Астана, вот выше туда, севернее Астана. Потом идет, что там, Читав. Да, вот Павлодар, вот туда. И вот там Омск. Там буквально 160 километров от границы Омска. Вот вы говорите, Сиран, Омск. Видимо, поэтому. А вот на таких фестивалях есть когда разные люди. Там мясо едят? Мне просто интересно. Ну так, как-то подъедают. Может, ну так открыто. Ничего нам не так. Так, может быть, это. Ну там, нас зовут всегда, чтобы мы кормили всех. Нас приглашают. Это надо их звать. Что у них там супер все. И мы ставим огромный шатер. И там вокруг этого шатра в основном все крутятся. Там про са, там кафе, там баджаны поют, там мехенди рисуют, там все это все. Там одевают с сарей, там людей. Люди приходят просто. Там индийские одежды, кто хочет. Мода какая-то. И люди приходят, им там с сарей одевают, они фотографируются, им тилоки ставят. И потом пол фестиваля в тилоках ходят. Ну оно не стирается сразу же просто. Все там и там нам нарисовали так красиво. И все с тилоками курики. И потом, когда мы уезжаем, все печалим. Да. Все говорят, куда они? Я как будто опустела все. У меня, знаете, при моей неродстве, я думаю, тщательно приходится скрывать. И у меня родители, они мусульмане, они 5 раз намаз читают. Газуются, выбирают метки, метки и все. Муж у меня тоже мусульмане. Он так намаз не читает. Мне приходится скрывать, потому что я знаю, как мой отец, агрессивно настроен к этому, да. Но маме я потихоньку начну говорить, но у нее такой тоже страх. Я ей не все говорю, но так поверхностно начинаю говорить. И какие бы дадите советы, рекомендации, может, они должны кого-то послушать, потому что я тоже пыталась, таких лекций нету, чтобы кто-то проповедовал для мусульман приближенное сознание кришне. У Гуру Махарад же есть лекции, простые, универсальные. Там он не говорит ничего о религии. Просто о культуре простой говорит, о человеческой культуре говорит просто. Пять истин, например, он дал лекцию в Омске, публичную. Она свежая буквально, так и называется пяти истин. У нас дом семьи пяти истин, он приехал и дал лекцию по пяти истинам. Он на человек 500 сидел и слушал его. И он там простые вещи, адекватные вещи говорит. Его Гуру Махарад же в Алмаке, в Госдуму, приглашают, чиновники приглашают как советников, чтобы он им советовал, как просто донести до людей простые какие-то нравственные принципы. С ним всегда советуются там, он у них почетный гость у Гуру Махарад же. Хотя они все мусульмане, и он их не склоняет стать хари-кишнаитами. Нет, он просто дает им знание, общение, и они его любят очень сильно. Но важно одно дело дать послушать. Как от страха избавиться? Надо культивировать еще отношения друзей, не просто дочки, мамы и папы. Еще друзья вы должны быть, это главнее, это важнее. Отношения доброжелательных друзей, у вас дружеские еще отношения должны быть. Если вы их будете культивировать, то друг всегда поймет друга. Потому что это главное качество дружбы, уважать выбор моего друга. Иначе в чем тогда дружба? И вот если нет отношений к дружбе в семье, это не семья в полной степени, в полной мере нельзя назвать это семью. Основа семейных отношений это дружба, доброжелательность, уважение друг к другу. И вот это вот культивировать надо снимать. Мама, можно с тобой как подружки поговорить? Не как мама с дочкой, а как подружки. Мама, вы увидите, мама будет в растерянности сначала. Как это подружки? Как обычно, ну, я мама, а ты дочка. Я главная, ты мне подчиняешься. Ну тогда это не любовь. Он успешный? Жизнь. Ну, вы знаете, у вас, то есть, материально у него вообще есть. Единственное причем, потому что он несчастный. Вот поэтому папа недовольный. И папа прав. Надо успешным быть. Это да, вас уважать будет. И не важно, какой вы традиции. Станьте успешным человеком в жизни. Это важный критерий для материалистов. Если человек ушел в традицию и несчастный стал, какой смысл в этой традиции? Надо быть счастливым и успешным. Да, тогда будет. Меня тоже сначала не приняли. Родители сказали. Ну, странный какой-то, потом шел, закрылся, там, куда-то секту попал. И то же самое было. И постепенно, постепенно я развивался, развивался, потом стал успешным человеком. И когда родители этого увидели, они подумали, ой, интересно. Сейчас они просто, я не знаю, как они меня любят, с такой силой, как они счастливы. Они всем, где живут, они всем говорят, что наш сын просто преданный Кришной. Ни с какой гордостью это говорят просто. Я когда приезжаю туда, вот, где они живут, в пригород, там как праздник как будто начинается. Мама всем входит и говорит, сын приехал, сын приехал. Всего говорят, Валя, ты такая счастливая, Валя, что такое, что такое. Почему? Потому что успех есть просто. Я не просто сектант какой-то. Да, это важно. Стань успешным, сын пусть станет успешным. Христианином. Тогда отец примет его. Тогда они будут слушать. В успешном, в своей религии или успешном материальном плане? Во всем. И в традиции, и в материальном плане успешно. Достаток должен быть просто. Вы должны быть, ну, серьезным человеком. И не склоняем никого. Никого не склоняем. Уважаем традицию. Если отец мусульманин, я христиан, я уважаю отца. Уважаю и просто вдохновляю его, чтобы он был мусульманином. Дальше продолжал. И все. Я не проповедую свою традицию. Я просто принципы представляю успешность, успешность жизни. И все. Нравственная чистота, мораль, этикет, уважение родителей. Просто все это остается. И тогда это само собой произойдет, уважение. Но когда мы противопоставляем себя с кем-то, мы говорим, мои лучшие, ваши не лучшие там как-то, и еще и сами там никак не состоялись, несчастные. То какой смысл в этом? Кто захочет туда идти? Ну опять же, воспитание, культура отца. Может никто не воспитал так отца? Что нужно все традиции уважать. И оставлять выбор даже сыну. Даже сыну оставить выбор, свободу выбора. Сам выберет свой путь и всячески вдохновить его на этот путь. Уважать выбор сына. Уважать выбор дочки. Все это, да, это свобода называется. И так как этого воспитания нету, никто же не воспитывал так. Вот результат сейчас просто такой. Не то, что сын плохой. Нет, сын хороший. И отец хороший. Но воспитания нету. Но Гурмахараша об этом говорит в лекциях. В публичных лекциях он об этом говорит. Что вы нам здесь говорите? Гурмахарашу раз так сказали, по-моему, в Алмате или где-то. Вы мусульмане, вы нам тут рассказываете такое. В зале, в зале человек встает и говорит. Гурмахар говорит, он же спокойный всегда, как океан. Он говорит, вы мусульманин? Да. А вы соблюдаете пять заповедей про верного мусульманина? Мне некогда, я очень занят, я очень деловой человек. Мне некогда соблюдать. Он говорит, тогда вы не мусульманин, вы просто казах. И все успокоились сразу. И он тоже успокоился. Люди иногда даже не знают, что они говорят. Что за этим стоит. Грантарашимат Бхагаватамки. Джанаташима Прхупадаки. Джанаташима Прхупадаки. Джанаташима Прхупадаки. Доброго Примана Андрея. Рим. Джанаташима Прхупадаки. Джанаташима Прхупадаки. Джанаташима Прхупадаки. Продолжение следует...